Музейный квартал Городца Музей Добра 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 Но вернемся к находке. То, что найденная вещь, настоящая реликвия, стало понятно после реставрации. Это оказался шлем, которому, по мнению историков, не менее семи веков. И теперь он занимает самое почетное место в зале археологии Краеведческого музея. Судя по убранству, принадлежал он знатному воину. По слоям ржавчины хорошо сохранилось серебряное покрытие и даже кое-где золотой рисунок. Очевидно, что это не просто парадный доспех. Судя по вмятине, в лобовой части его обладатель в этом шлеме участвовал в бою. Шлем собран из трех частей. Большая лобовая часть, две тыльные части. Между этими частями хорошо видны шват сборки. По паспорту Олега Степанова шлем собран методом кузнечной сварки. Впереди шлем имел полумаску так называемую. Это были две большие миндалевидные глазницы. Между ними был наносник. Спереди, с боков и сзади к шлему подвешивалась кольчужная сетка. Вот наподобие той, что лежит рядом. Подобный шлем можно увидеть только в вооруженной палате Московского Кремля. Принадлежал он, скорее всего, отцу Александра Невского, князю Ярославу Всеволодовичу. А вот кто мог носить шлем, найденный в городце, остается пока загадкой. Специалисты склоняются к именам трех князей, чья жизнь в той или иной мере была связана с городцом. Юрий Всеволодович накануне своих действий, я бы сказала так, по основанию Нижнего Новгорода. Андрей Александрович Городецкий, который имел городец в удельном владении. Я имею в виду, это сын Александра Невского. И Борис Константинович Нижегородский, великий нижегородский князь, который тоже в качестве его дела имел городецкие земли. И определенную часть времени он жил, ну и, наверное, что-то делал. Не только жил в городце, но и что-то делал для городца. Еще один раритет хранится в музее «Дом графини Паниной». Грамматика Милетия Смотрицкого, датированная 1648 годом. Самая старая книга из собраний всех музеев города. На протяжении большего века эта книга являлась главным учебным пособием наряду с известной арифметикой Магнитского. И нужно сказать, что именно по этим учебным пособиям образовывался Михаил Васильевич Ломоносов, который впоследствии написал уже собственную грамматику. Но вот главный труд ученого Милетия Смотрицкого был основополагающим по истории русского языка. Книге 364 года. Удивительно то, что бумага может храниться только 300 лет. То есть этот троп истек уже более полувека назад. При всем при этом сотрудники музея для сохранности грамматики не делают ничего сверхъестественного. Просто на полгода оставляют ее открытой, но другие шесть месяцев закрывают. Видимо, сама атмосфера музея располагает к тому, чтобы книга так хорошо сохранилась. Одно из почетных мест в этом же музее занимает еще несколько уникальных экспонатов. Рукописные труды известного изографа Горочанина Ивана Гавриловича Блинова. Его книги хранятся в запасниках музеев Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. А вот увидеть их можно только в Городце. Сами себе книги очень интересные технологии выполнения, поражают наших уже современников, потому что уже никто ни пером, ни чернилами не пишет. Очень интересные украшения у книг. Они сами себе такие внушительные фолианты, красивый, зрелищный для нас экспонат. Но это вообще большая редкость. Рукописная книга сейчас в собрании любого музея. Книги Блинова друг на друга не похожи. Одна поражает своим богатым золотым обрезом с причудливым тиснением. Другая интересна тем, что имеет вставки из розового шелка. Такой своеобразный защитный экран, чтобы краски на миниатюрах при соприкосновении не стирались и не осыпались. Каждый раз неповторимы манеры, техника и способы письма. Блинов знал их порядка сорока. А объединяет книги то, что все они религиозного содержания. Возраст книг сравнительно невелик. Немногим больше ста лет. Примерно столько же экспонату другого музея-городца, детского. В его коллекции он самый старинный. И на этот раз все та же загадка. Как удалось сохранить игрушку? Ведь, как известно, ребятняша лит и ломает игрушки во все времена. А это не стояло просто, как выставочный экспонат на полке. Ей играли, о чем говорят сколы на некоторых фигурках. И играли как минимум три поколения детей. Игрушка была очень дорогая. И по каталогам, которые нечаянно к нам попали, мы определили, что игрушки такого типа имели цену от 80 копеек до рубля 30 доходила цена. Если учесть, что в это же время коровы стоили 7 рублей, то можете себе представить, насколько это было дорого. Ну, конечно, сравнить такую красоту с чем-то более земным – это неправильно. Но игрушка очень интересная. Интересна она не только дизайном и тонкой ручной работой, но и тем, что это не просто игрушка. А конструктор. Он состоит из нескольких отдельных деревянных деталей, которые в сборе представляют собой макет Свято-Троицкой и Сергиевой лавры. С малыми и большими соборами, колокольней, трапезной, стеной, окружающей монастырь и другими строениями. И несмотря на то, что сегодняшние дети совсем другие, интерес к игрушке у них ничуть не меньше, чем у их сверстников сто лет назад. Если бы мне разрешили поиграть в таком конструкторе, я бы с удовольствием в него поиграл. Потому что конструктор у меня дома, он произведен машинами. А здесь сразу видно, он сделан руками человека. И он такой привлекательный и занятный. Деревянный конструктор, книги Блинова, грамматика Смотрецкого, княжеский шлем. Все это лишь маленькая толика того интересного, уникального и загадочного, что хранится в сокровищницах древнего города. Музейные экспонаты дают нам возможность прикоснуться к таинственному величию древней истории и ощутить неповторимый дух исконной, изначальной Руси.